И вот сейчас информация со стороны судейского корпуса, которая, в общем, эта информация подтверждает мою договорку о том, что старт, если их прошел участником, возможно, некоторые пилоты допустили в фальстарт. И вот сейчас как раз изучается судьи то, что произошло в начале пятой годы. Посмотрим, какие замыкает первую десятку в настоящий момент. Детрийс только 12-й, но лучший из российских пилотов в его оружие пойдет в 25-м. И он преследует, а эта длина сейчас между ними лишь две десятые секунды и как более серьезно доминирующий стикет, потому что Пьергос здесь сейчас уже почти на 4 секунды за 5 прошедших кругов успел оторваться от Оливера Рун. Сам Рун одержает стейна Шокерста на полторы секунды. Эстепан, Окон и далее очень плотная группа. Вот здесь как раз Шокерста, Окон, Йотто, Бонимбассо, Элман. Вот тут между пилотами сейчас кипит борьба и вполне возможные перестановки. Самое выгодное место для Окон, и об этом говорят сами пилоты, это, конечно же, последний поворот, резкое торможение после длинной прямой. Ну и еще одна возможность воспользуется, может быть, маленькой облачностью, и, может быть, хотя бы несколько баллов в этой гонке он и сможет заработать. Что касается российских пилотов, то лучший из наших Егор Оруджев, но вновь он уступил Канамару, которого опередил в начале этой гонки сейчас на 26-е место. Откатывается Егор Оруджев. Что касается Константина Терещенко, Романа Мавланова и Дениса Корнеева, то они чуть поодаль, но, опять же, будем надеяться, что, во-первых, наши пилоты здесь в полном составе сумеют добраться до финиша этой гонки, но, может быть, еще удаваться отыграться. Но пока тренируют. Некогда слив к концу на первой позиции, все дальше, дальше он отрывается в рот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok